Духовная академия Для этого у семьи Николая не было средств. Как старший сын он должен был обеспечивать овдовевшую мать младших братьев и сестер. С 1884 года Николай начинает служить псаломщиком в церкви Рождества Богородицы в Ярославле. Через несколько лет, женившись на дочери священника Софьи Петровне Дьяконовой, Николай становится иереем. Отец Николай Любомудров получил место священника в многолюдном торговом селе Лацкое. Там он развернул необычайно активную духовно-просветительскую работу. Создал первую в округе библиотеку-читальню для крестьян. Причем 100 рублей на библиотеку пожертвовал сам отец Иоанн Кронштадтский. В проповедях и публичных чтениях отец Николай вел неустанную борьбу с пьянством. Сам с юных лет, являясь абсолютным трезвенником, он решительно осуждал употребление алкоголя и курения. Отец Николай создал образцовое садовое хозяйство и пасеку. На выделенных его семье десятинах церковной земли он разбил яблоневый сад. Крестьяне часто приходили к нему не только за духовным окормлением, но и с вопросами относительно ведения хозяйства, плодородия земли, и батюшка всегда помогал советам. Он выписал из Америки несколько сельхозмашин на конной тяге, которыми пользовались и крестьяне. Отец Николай был сторонником постоянного государственного жалования для приходских священников, считая унизительным и безнравственным получать за церковные требы деньги с крестьян-бедняков. Именно это обстоятельство было одной из причин того, что своим детям отец Николай дал светское образование. Жизненный путь отца Николая был освящен благословением и молитвенной помощью двух великих российских святых — отца Иоанна Кронштадтского и патриарха Тихона. В 1898 году отец Николай тяжело заболел тифом. Его жена Софья Петровна, будучи беременной, отправилась в Петербург и просила молитвенной помощи у отца Иоанна. Помолившись, отец Иоанн сказал ей «Супруг выздоровеет, а ребёнок родится здоровым». Вскоре отец Николай поправился, а сын в благополучном здравии прожил 93 года. В 1918 году власть в селе Лацком захватили Красные. Видя, какой порядок устанавливают новые власти, отец Николай по настоянию детей обратился в епархию с просьбой о переводе на другой приход. Однако управляющий епархией архимандрит Иаков благословил его остаться на месте, сказав «Если убьют, примешь от Господа мученический венец». Слова отца Иакова оказались пророческими, и отец Николай с покорностью воли Божьей принял это решение епархиального начальства. В селе Лацком многие мужчины ушли в ополчение для борьбы с большевиками, однако почти сразу все крестьяне вернулись, не считая возможным надолго оставлять своё хозяйство. Когда они уходили, их родственники обратились к отцу Николаю с просьбой отслужить молебен о их здравии и спасении. Местные большевистские активисты обвинили священника в том, что он молится о даровании победы над большевиками. Прихожане отца Николая опять стали просить его уехать из села, чтобы спастись от расправы большевиков. Однако батюшка отказался, даже когда к селу подошёл карательный отряд латышских стрелков. На Дмитриевскую родительскую субботу он отслужил литургию и панихиду. После этого прямо в церкви его арестовали. Двое солдат привели отца Николая к капустному огороду, находившемуся на окраине села, и стали заряжать ружья. Они потребовали повернуться спиной, но отец Николай, стоя к ним лицом, перекрестился и со словами «Господи, приими дух мой, прости им, не ведают, что творят», поднял руку и благословил их. Раздались два выстрела. Отец Николай упал. Солдаты подошли к нему, выстрелили ещё раз, сорвали серебряный крест и, споря о том, кому он должен достаться, поспешили в дом священника, где в это время другие члены отряда производили грабёж. Это произошло днём в половине 2-го, 20-го октября 1918 года по старому стилю. Отец Николай был расстрелян без допроса, без объявления, приговора. С ним не говорил никто из местных властей. Убитого священника запретили вносить в церковь и отпевать. Прихожане похоронили его ночью с тихим пением «Святый Боже». Отпевание отца Николая Любомудрого после настоятельных просьб матушки было совершено тремя знакомыми священниками только весной следующего, 1919 года. Священномучениче Николая, моли Бога о нас!